Севастополь Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» Валерием Рузиным Валерий Давыдович, здравствуйте Добрый день Скажите, пожалуйста, в который раз уже это грандиозное мероприятие стартует, знаю, что десяток уже был Как вот, тринадцатый год подряд Тринадцатый год подряд Один год я здесь не был в Севастополе Украинские власти сделали меня невъездным в 2009 После скандала, который был на фестивале в 2008 году Когда международный фестиваль победили вместе Тогда уже присутствовало большое количество зарубежных стран Мы, организаторы фестиваля из России Всегда занимались международной частью Ну и российской, конечно А хозяева прежние Значит, они только украинскую часть организовали И один из руководителей украинского Госкомферада Открывая фестиваль, произнес все слова на державной мове На международном фестивале Где рабочий язык русский И переводчики не могли понять, что он говорит Потому что были люди из Китая, из Чехии, из Венгрии Которых мы приглашали, даже болгары там и так далее И открывая фестиваль, как организатор Я сказал слова такие, что Воевали люди разных национальностей Они говорили на разных языках Но понимали всех друг друга на русском И поэтому русский язык стал языком победы После чего он устроил скандал И, ну вот, фестиваль все-таки состоялся Но на следующий год меня сюда не пускали Ну, и исходя из названия, опять же, победа, конечно, общая была Это общая заслуга, общее достижение И все же, исходя из названия, из того же Понятно, что пропагандирует фестиваль Но хотелось бы все-таки узнать от вас его цели и задачи Ну, фестиваль, прежде всего Это, конечно, память Ведь те люди, те герои Советского Союза, проживавшие в Крыму Которые в 2004 году высказали эту идею создания фестиваля Именно в Севастополе Они были как бы провидцами Потому что мы прекрасно понимаем и видим сегодня Что, как бы, вот наша недооценка героизации нацизма, фашизма Она привела, вот, в частности, к тому, что мы наблюдаем сегодня в соседней стране И, конечно, эти люди Просто я еще раз преклоняюсь перед ними Потому что они понимали, что человек существует как личность Когда он живет его память И вот предохранить от забвения, спасти от забвения То подвиг великий, который все народы Советского Союза Совершили, значит, великую победу Это задача фестиваля Это задача фестиваля И каждый год у нас два блока Блок память Непосредственно фильмы о войне Которые и в этом году будут представлены замечательными работами Там и кинорежиссера Олега Штрома Который побеждал вот несколько лет назад Своим фильмом на фестивале вот о 35-й батарее В этом году у него новая работа будет представлена Есть целый ряд других замечательных работ Но все-таки мы уже второй год подряд Вводим в программу фестиваля блок отражения То есть это то, как героика прошлых дней Как героика прошлых лет Сегодня воспринимается нашим поколением Молодыми поколениями И это и героика просто сегодняшних дней непосредственно Потому что, ну например, немецкий журналист Марк Булталамай Значит, много читал о том, что происходит в Донбассе По СМИ, по сообщениям СМИ И взял и сам приехал в Донбасс Вот он на основании увиденного своими глазами Снятого своей камерой Сделал фильм Прифронтовой Донбасс Который в Германии Они хотят показывать Потому что это объективное исследование журналиста Это объективный взгляд художника Вот мы пригласили его с этим фильмом У нас будет эта работа Значит, представлена в фестивале И таких работ, таких программ немало Валерий Давыдович Вот, коль уж мы заговорили уже об участниках И о фильмах, о программах Которые будут идти на фестивальных площадках Скажите, пожалуйста Сколько этих участников Сколько программ и фильмов будут демонстрироваться Все ли режиссеры маститые, уже известные люди Или нашлось место молодым? Итак, мы получили для отбора на фестиваль Около 300 работ Это колоссальное количество Из 24 стран 24 страны Значит, от Китая до Франции, Бельгии, Германии Значит, и так далее Нидерландов Отобрали меньше Значит, у нас отобрано где-то Всего будет показано около 100 работ Потому что два конкурса Основной конкурс документальных фильмов И конкурс телевизионных работ Куда входят Это там и репортаж И сериал И телевизионная программа И телевизионный фильм Четыре жанра Значит, два жюри Жюри документальных фильмов Возглавляет в этом году Ну, лидер документального кино России Наш, может быть, самый Титулованный сегодня Документалист Это Сергей Валентинович Мершниченко Он приедет впервые в Севастополь И он покажет здесь Мастер-класс проведет И покажет свою последнюю работу Это фильм о Сочинской Олимпиаде Кольца мира Значит, этот фильм признан Организацией Объединенных Наций Лучшим за всю историю Олимпиад Значит, вот эту работу Он здесь обязательно представит На суд также севастопольских зрителей Сергей Валентинович будет судить Значит, жюри У нас международное жюри Там и представитель Продюсера из Китая И знаменитый, замечательный Режиссер и сценарист Президент студии «Казахфильм» Бахат Кирбеков из Казахстана Значит, у нас приедет Наш друг из Черногории Огнен Радулович, документалист известный Ну и так далее То есть, вот два жюри Где и продюсеры Очень известные Также со своим мастер-классом Наталья Иванова Продюсер «Хорошо продакшн» Так вот скажешь, никто не знает А она сделала Как продюсер С Верой Глаголевой Все ее последние фильмы Это и «Одна война» Более 30 международных наград Крупных, главных Это фильм «Две женщины» Катургеневу С актером Английским Рэйм Файнсом В главной роли Замечательная работа Это только что Она завершила работу Над фильмом Телли и Толли Это все игровые Художественные фильмы Вот уже она получила Несколько международных наград И этот фильм покажет здесь Так что Вот у нас такой состав жюри Жюри телевизионное Возглавит Тоже заслуженный Деятель искусства России Александр Стефанович Он не первый раз В Севастополе Этот человек Который Более 70 Автор сценариев И его замечательных Музыкальных фильмов Телевизионный сериал «Кураж» Прошел по Первому каналу Одна из его последних работ И так далее Значит вот Приедут Да Ну и самое главное На открытии фестиваля Обязательно Приедет Президент фестиваля Ну Я могу Сказать только что Конечно Когда он был в прошлом году Впервые В Севастополе В качестве президента фестиваля Но ему просто По улице было Трудно пройти От дома офицеров До графской пристани Потому что Люди его узнавали И все Хотели с ним Поздороваться Поприветствовать Сфотографироваться Народный артист России Владимир Валентинович Меньшов Будет обязательно Фестиваль Будет открывать Фестиваль И это Я надеюсь Что Значит Для него Это будет сюрпризом Мы готовим Для него Награду И от города Севастополя Надо дать должное Здесь Я хочу поблагодарить Общественную организацию Опора России Которая Значит Вот эту идею Взялась Реализовать И Ряд Других Сюрпризов Потому что Конечно Это Выдающаяся Личность Творческая И человеческая Владимир Валентинович Ведь недавно Из своих личных средств Пожертвовал Миллион рублей На Медицинскую аппаратуру Для Донбасса И Конечно Со всех Как бы Точек зрения Это многогранная Личность Выдающаяся Вот Я могу Перечислять Еще Многие Интересные Работы Авторов Которые будут У нас здесь Но скажу Только Сейчас Об одной Вот Она еще У нас будет Отдель Специальной Программы На открытии Фестиваля Будет показан Фильм Режиссера Документалиста Женщины Что очень приятно Наталье Гугуевой Это Форсаж Возвращения Это Работа Которая Тоже уже Обременена Там Большим количеством Наград Но Мы ее показываем Потому что Она О Севастополе О Крыме И Она Выдающаяся По своим Достоинствам И Мы сделаем Творческий вечер Наташи Где будет Показан Ее первый Фильм Форсаж О 91 Годе Потом Где главный Герой Выдающийся Летчик Тимура Бакидзе Потом К сожалению Погибший И ее Фильм Тимур История Последнего Полета Тоже будет Показан Это работа 2005 года Ну и вот Форсаж Возвращения Это работа 2014 2015 года О событиях 2014 года В Севастополе В Крыму Это конечно Очень Ну Удивительно Творчески Интересно Мастерски Сделаны Вот Оторваться Невозможно Когда смотришь Эти работы Вообще Тут ведь важно Что Что фестиваль Как бы Идет К зрителю Вот У нас 14 площадок В Севастополе Даже 15 Появилась Вот Дворец Пионеров Где тоже Будут Сеансы И встречи Но Мы Традиционно А в этом году Особенно Значит Проводим Творческие Встречи И показы Лучших Работ Это Конечно В президентском Кодетском Училище Конечно В Черноморском Высшем Военно-морском Имени Павла Степановича Нахимова Там Где Хотят Видеть Документальное Кино Хотят Знать Историю Вчера И героику Сегодня И Здесь Помимо Вот этих Площадок Еще Очень интересно Уже Начался Показ В библиотеке Здесь рядом Имени Льва Николаевича Толстого Пролог Фестиваля Уже Начался Библиотеки Показывают Фильмы Из цикла Замечательного Цикла Работ Документалистов И Иры Васильевой И Александра Радова Это больше Чем Любовь Это О Чувстве Которое Захватывает Нас Всех Но Захватило Выдающихся Людей Прошлого Нашего Времени Вот они Рассказывают Об этих Людях О любви Ну Вот Рокоссовского И Серовой И Многих Многих Других Выдающихся Людей Валерий Довидович Наше время В эфире К сожалению Стримин Истекает Самые главные Еще площадки Назовите Пожалуйста Где все Смогут Посмотреть Фильмы Со скольки До скольки Просмотр Конкурсные Просмотры Мы приглашаем Всех Там удивительно Будет Интересно Это Муссон Кинотеатр Муссон Два зала С 15 Числа 14 Числа Открытие Здесь рядом В театре Драматическом Театре Черноморского Флота Имени Лавренева И В кинотеатре Россия Будут ежедневные Показы И специальные Показы Творческие Встречи Мастер Классы Особенно Я приглашаю 15 Мая Там будет Специальный Показ Фильма Адреса Черная Весна В прошлом году У нас была Презентация Материала Этой работы Сейчас мы Показываем Завершенный Фильм Я думаю Что это Событие Общественно Значимое Просто И по Творческому Накалу И по Значению Ну что ж Большое спасибо К сожалению Наше время в эфире Истекло А так бы Можно было Говорить Еще часами Об интереснейшем Фестивале Об очень Градиозном Мероприятии Спасибо большое Спасибо Это была программа В контексте С генеральным продюсером Международного фестиваля Документальных фильмов И телепрограмм Победили вместе Валерием Рузиным Говорили об этом Масштабном мероприятии Которое пройдет В нашем городе В 13 раз С 14 по 20 мая Будьте в курсе Событий С информационным каналом Севастополя До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин